Китай успешно протестировал пассажирский беспилотник. Аппарат работает на электрических батареях, за раз он может перевезти одного человека или груз в 100 килограмм. Дрон может летать на высоте до 500 метров на максимальной скорости в 100 километров в час. Дрон прошел тесты в условиях тумана, жары и сильного ветра. Однако разработчики отмечают, что пока использование таких транспортных средств невозможно. Развитием беспилотного транспорта занят не только Китай. Производитель автомобилей КАМАЗ совместно с Cognitive Technologies разрабатывает свой вариант беспилотника. В проекте также участвует Казанский федеральный университет. Технология разрабатывается с 2015 года. Беспилотный транспорт на данный момент распознает автомобили, наиболее часто встречаемые дорожные знаки, пешеходов, независимо от их движения, и различные препятствия на дороге. Все это осуществляется благодаря радарам, активному оптическому сенсору, видеокамерам, системам связи и прочей бортовой электронике. Казанский федеральный университет разрабатывает систему связи с беспилотными автомобилями. Это дает КАМАЗу преимущество перед иностранными конкурентами. Мы строим системы, которые могут в течение длительного времени, используя наши разработки, скажем так, не привязываться к данным спутника, а иметь погрешности передвижения, ну, скажем так, накопленная погрешность передвижения за полчаса не более 10 сантиметров. Система позволяет автомобилю продолжать движение, несмотря на отсутствие связи со спутником. Модели других производителей, оказавшись в неблагоприятных условиях, остановятся. Беспилотник КАМАЗа уже прошел испытания в компаниях «Газпромнефтьснабжение» и «Газпромнефть Оренбург». В перспективе беспилотную технику можно применять на внутренних дорогах баз снабжения, а также зимних автодорогах, ведущих к нефтепромыслам. Артем Тупичкин, Универньюз. Артем Тупичкин Артем Тупичкин